Пиявка От кольчатых червей питается кровью и выделяет удивительное вещество – герудин. Необычное такое вещество, которое кроме как в желудке, то есть в слюне медицинской пиявки, его нигде на планете нет, его не могут воспроизвести синтетически. То есть он воздействует на организм человека, он разжижает кровь, действует как на тромбы, на холестерин в сосудах, ну как растворитель на краску. То есть очищает полностью всю кровеносную систему. Светлана – медик по образованию. Занимается герудотерапией больше 5 лет. Перечень болезней, при которых эффективна данная методика, очень широк. От сердечно-сосудистых заболеваний до бессонницы. Но не все черви полезны. Вообще пиявок более тысячи разновидностей. Медицинские вы не найдете, просто прогуливаясь по озеру. Эти малыши выращены в специальных лабораторных условиях. К нам в Крым они прилетели из Санкт-Петербурга. Живое существо применяется только один раз, что полностью исключает перенос болезней между пациентами. Место воздействия – больной орган или его область на теле. Одна пиявка рассчитывается на 1 килограмм веса. Если человек весит 50 килограмм, то ему нужно 10 сеансов, так как за один сеанс ставится 5 пиявочек. Сейчас она уже присосалась. Пиявочка. О, да. Вообще не больно. О, вот теперь я чувствую. Угу. Чуть-чуть и есть. Будто комарик укусил. Так обычно описывают ощущения во время герудотерапии. У каждой особи есть 3 челюсти. Сначала она присасывается первой, минут через 15 – второй, а через 20 – третий. Одна такая малышка за сеанс выпивает до 30 миллилитров крови. Есть и противопоказания. При гемофилии, онкологических патологиях или беременности процедура запрещена. У человека может быть аллергия на те вещества, полезные, которые выделяют пиявки. К сожалению, как в случае обычных лекарственных препаратов, да, бывают фальсификаты. И в том числе, если человек не сведущ, не специалист в этом, он может приобрести под видом медицинской пиявки пиявку другого вида, и тогда эффекта от лечения не будет. Последствия могут быть и хуже. Используя пиявку вторично, есть риск занести в кровь инфекцию. В вопросах здоровья лучше обращаться к профессионалам. И тогда лечение будет не только результативным, но и безопасным. Дарья Шарипова, Антон Лукьяненко. Утро нового дня.